Второе, затем, затем, второе, это единобожие. Что такое единобожие? Если тебя человек спросит, ты единобожный, что такое единобожие? Таухид, единобожие, это уединение Всевышнего Аллаха, в трех видах, в трех вещах. Первое, это единобожие в господстве. Первое, это уединение Всевышнего Аллаха, в его деяниях. Затем, единобожие в божественной сущности Аллаха. Уединение Всевышнего Аллаха, в наших деяниях. То, что мы поклоняемся только одному Аллаху. Затем, Затем, уединение Всевышнего Аллаха, в его именах и качествах, в которых неподобен ему никто абсолютно. У нас есть такое понятие, что говорят ученые, что Аллах Сунна и Аллаха, истинная община, они срединной, то есть, придерживаются середины по отношению к призыву неверующих или же по отношению к неверующим. Каким образом мы относимся к неверующим? То есть, люди делятся в отношениях, то есть, числа мусульман к неверующим на две крайности и на середину. Те люди, которые уподобляются неверующим в их праздниках, в их одежде, всегда вместе с ними дружат и так далее и тому подобное. А есть те, которые воруют у них, убивают их, то есть, как-то постоянно порочат и так далее, враждебно настроены по отношению к ним. То есть, не выполняют те договора, которые есть между нами и ними. Правильно быть посередине. То есть, мы не постоянно с ними в их праздниках и так далее. Выполняем те договора, которые между нами. То есть, мы их не порочим, не убиваем. То есть, мы с ними торгуем хорошо, покупаем, продаем у них. Но не обманывая их, когда продаем им что-то, покупаем у них. Как ты можешь, субханаллах, обманывать неверующего, говоря ему, то есть, счастливого Нового Года? То есть, как будто бы ты сказал ему, не с Новым счастливого или счастливого Нового Года, а как будто бы ты сказал ему, обрадуйся, ты многобожник. То есть, мусульманин обязательно должен искренне относиться даже к неверующему. То есть, не обманывать его. Говори ему, что ты в опасности. Я боюсь за тебя. Вернись к Аллаху, субханаллах. Уединяй его в поклонении. Если ты покаешься, Аллах, субханаллах, примет твое покаяние. Братья, призывайте к Аллаху, субханаллах, так как это дело послание к Аллаху, саллаллаху алейсаллах. То есть, обязательно вы должны любить благо для других людей. То есть, чтобы люди заходили толпами в ислам. Это второе. Третье. В книге «Три основы». Зачем мы, то есть, почему мы изучаем Единобожие, мы уже говорили об этом. Аллаху стаил. Вот этот аппарат, например. Если я открою, то есть, воду, бутылку воды, открою. И начну, то есть, лить на нее и пить эту воду. Что скажете? Правильно, так делается ли? Может, брат заберет сразу в телевизор. То есть, люди не используют телефон для питья воды. Так или нет? Или же я буду бить этим телефоном по столу. Правильно, так это делаешь? Ммкен. Надо делать. Ла. Это для лирсал, для литисал. То есть, этим аппаратом пользуются звания, отправляют сообщения. Не для того, чтобы пить воду или же бить им по столу. То есть, ты сейчас создан для чего? Для того, чтобы играться? Кушать? Или же, чтобы спать? Тежара? Или же, чтобы торговать? Нет. Ты зачем был создан? Все, иншаллах, вы все знаете ответ правильный даже с доводом. Для чего вы созданы? Аллах сказал, не создал я джиннов и людей, кроме как для поклонения мне одному. Не проблема в ответе здесь. Проблема в том, как мы практикуем это. Практикуем ли мы этот аят в нашей жизни? Если ты не практикуешь этот аят, то это значит, что ты сумасшедший. Подобно человеку, который пьет воду с телефона или же бьет телефон. То есть, этот человек не знает, как пользоваться этим, а ты не знаешь, как пользоваться своей жизнью. Мухаммад بن Салих بن Азимин, рахм его Аллах. Шейх Ватамин. И его друзья молодые, когда они были молодые. Начали заниматься мирским. А Шейх Ватамин начал заниматься знанием. Когда Шейх уже было 60-70 лет? Что было? Что в итоге? Кто стал лучше? Кто? Почему? Почему Шейх стал лучше? Потому что он начал заниматься поклонением. Так или не так? Ты не был создан для того, чтобы забавляться, кушать, пить, торговать и так далее. Давайте займемся сегодняшним. Что сегодня происходит? Здесь, в Мекке. Сейчас вы в Мекке. Почему вы приехали в Мекке? Ты видишь, что Муатамир, то есть те, кто приехали на Умру, где-то покупают что-то. Где-то в Бейке кушают. Так или не так? Почему вы приехали сюда? Зачем приехали сюда? Удивительно, говорит Шейх. То есть, что ты сейчас в самом чистом месте на земле. Занимайся поклонением. Люди мечтают приехать сюда. Шейхан заставляет вас терять время попросту. Тот, кто оставит что-то ради Аллаху, Аллах воздаст ему тем, что лучше этого. Нет проблем покушать и так далее. Но самое главное, о чем ты должен думать и хорошо, то есть это поклонение. Месяц Рамадана. Что вы делаете? Днем кушаешь, днем постишься, ночью таравих молишься, читаешь Кур'ан, мало кушаешь, много деяний. И отлично у тебя, спокойствие. Некоторые братья говорят, клянусь Аллаху, я мечтаю, чтобы весь год Рамадан был. Почему? Потому что мое тело в спокойствии получает Рамадан. И я совершаю много деяний. То есть я заставляю свое тело заниматься тем, ради чего оно было создано. Понятно это? Поэтому если ты будешь на этом свете позаниматься поклонением, то тогда ты будешь хорошо, то есть в спокойствии.